Всем людям, которые приходят ко мне на сессии на индивидуальные или приходят на тренинг, я всем рекомендую настоятельно прописывать письмами прощения. Эта техника прощения очень уникальная, потому что ты там прощаешь всех людей сразу. Не надо там каждый день по одному человеку, ты пишешь всем сразу, и это длится 40 дней. Почему 40 дней? Ты в течение 40 дней из себя сгружаешь негативную информацию и свои обиды, из своего ментального поля. Твое поле высвобождается, и ты можешь в этот момент впустить в свою жизнь что-то новое. И вот после прописки писем прощения, когда заканчивается 40-й день, у людей чувствуют обычное облегчение и какую-то вот свободу. И после этого аффирмации имеют уже совершенно другое влияние на тебя, потому что ты на чистое свое ментальное поле накидываешь уже позитивную информацию, и аффирмации, вот они, в общем, начинают срабатывать прям, причем очень сильно, и ты впадаешь в состояние вот своих, вот то, что там проговариваешь, там, допустим, я там яркий, счастливый, любящий, любимый мужчина, ты этим начинаешь звучать практически сразу. А если ты, у тебя поле, когда еще зашлакованное, от тебя это, оно вот отпадает, и толпы нету от этого. Поэтому писем прощения – это такой краеугольный камень, наверное, всех вот практик, любых там духовных, там, религиозных, я не знаю, там, психологических. И мое мнение, что вот именно с этого очень важно начать. И тогда в твою жизнь придут там и деньги, и изобилие, и отношения выравниваются и с родителями, и с мужчиной, или там с женщиной у кого, в общем, оно все выстраивается само. Поэтому письмо прощения очень важно прописывать. Но там есть еще такая штука, ты пишешь их 40 дней, и очень важно прописывать всем людям, на которых ты обижен. Потому что бывают люди, которые там всем пишут, одному не пишут, допустим, да, и вот это остается, и тогда проработка, как бы, она не до конца. Есть люди, которые пишут там не 40 дней, а 20, и им кажется, что они всех простили, уже им не надо. Но где-то через течение двух недель их накрывает депрессия. Потому что все, что снизу мы подняли, он поднял за течение 20 дней все свои обиды, их подвесил просто, как бы заикарил, и оно просто на него все падает, причем сразу. И ему потом эмоциональное состояние хуже, чем было до этого. до того, как он писал, ну, до того, как он еще не писал. Поэтому, если ты начал писать письмем прощения, очень важно их писать до конца, то есть 40 дней сгрузить все до конца, и потом начать свою жизнь заново. Очень многих вопрос интересует, возможно ли там как-то самостоятельно избавиться от блоков эмоциональных. Ну, вот письмами прощениями, наверное, я думаю, возможно. Единственное, вот как бы с моим участием это немного проще и глубже будет. А так, в принципе, письмами прощениями, если ты будешь делать это по-настоящему, вот как бы с такой фатальностью, да, то есть как будто ты до конца именно сегодня, то я думаю, ты сможешь проработать очень много самостоятельно. Если ты пишешь письма прощения самостоятельно, да, и должно быть состояние вот этой фатальности, что сегодня до конца и на 100% ты вот все свои обиды начинаешь выгонять, то где-то в течение 40 дней ты сможешь проработать очень много. Если на 40-й день у тебя чувство, что ты как-то еще на кого-то обижаешься, то можешь написать еще 40 дней. Если на 40-й день у тебя есть еще чувство обиды на кого-то, на какого-то человека, то ты начинаешь писать эти письма прощения заново. За мою практику было всего 2 человека, которые писали повторно. Один писал 120 дней, то есть 3 раза, и один писал 2 дня. И им обоим очень сильно помогло, да. Но 90% людей не пишут, ну, как бы, или там пишут не до конца, и поэтому их потом откатывают. Ну, я просто рекомендую делать это до конца, если начали. И если ты хочешь изменить свою жизнь кардинально и в лучшую сторону, то начни и просто сделай, это не так тяжело. Ты пишешь, ты делаешь список людей, на кого ты обижен, допустим. И там есть вот родители, и это вот папа-мама, кого там усыновили или там отдали бабушке с дедушкой, да, бывает, то пишут четверым туда, то есть бабушку-дедушку, и папа с мамой пишут туда, в родителей. Если у тебя там отчим или там мачеха, то у тебя трое тогда там получается. И следующее, потом родственники. Родственники это там бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры, то есть всех туда. Потом ты пишешь мужчины или женщины в моей жизни, это те люди, с которыми у тебя были отношения, да, если ты девочка, то всех мужчин туда. Если ты, как бы, парень, то ты пишешь всех женщин. И начиная с детского сада, с первой своей любви или какого-то влечения до вот последних отношений. Потом друзья, друзья, коллеги, соседи, однокурсники, одноклассники, это все люди, которые остальные, да, вот остались. То есть ты тоже составляешь список. Следующий пункт это умершие люди, тех, кого уже с нами нету, но родители в родителях, а остальных, ну, вот куда-то можете туда записывать. И последний пункт это себя. Ты прощаешь себя за те поступки, которые ты совершил или не совершил, но за которые ты себя ругаешь. Ты прощаешь за то, что людям позволял себя обижать. И ты прощаешь себя за те, за то, что ты себя не любил. То есть это, ну, такие вещи, которые, вот. И пишешь, и вот по этому списку там у тебя выйдет где-то от 50 до 70 человек, да, в зависимости от того, сколько ты уже живешь. То есть в молодом возрасте это мало людей, там с зрелым уже там побольше. Вот ты всех выписываешь, и каждый день ты пишешь каждому человеку по одному, по письму. То есть не одно письмо в день, а вот там 50 человек, 50 писем в день ты пишешь, ну, вот каждый день. Каждое письмо начинается со слов «Я имя прощаю тебя, имя за то, что ты». И там ты можешь прям выражаться как бы нецензурной бранью, там все выкладывать, как оно есть. И первые письма не агрессивные, и поэтому ты выплескиваешь туда агрессию. Каждое письмо заканчивается фразой «Я прощаю, прощаю, возвращаю себе свою божественную силу». Почему так? Потому что там, где твое внимание, там твоя сила. Люди, на которых ты обижаешься и злишься, они забирают твою энергию, ты просто на них внимание уходит, и ты просто тратишь свою энергию туда. Это такой слив идет. И когда ты научишься не обижаться и не злиться на людей, то вся твоя энергия, она остается с тобой. И это очень такая энергосберегающая практика, это твоя энергия только с тобой, и ты всегда полон и свеж. Вот это, наверное, такой секрет молодости еще в этом есть. Расскажи, ну, технически, как можно касать, я имею в виду, обязательно или от руки, или можно еще? Это от руки. Не надо на компьютере, потому что Ctrl-C, Ctrl-V никто не отменял, и эффекта от этого не будет. Берешь прям ручку с тетрадкой и начинаешь это все выписывать. В этом месте такое, здесь работает моторика, здесь участвует мозг в этом процессе. И получается, что проработка идет и из физики, и из ментала, и из мозга это все выходит. Поэтому это, в общем, вот так. Все письма, которые ты написал, допустим, сегодня, там 50 писем написал, ты их вечером убираешь, ты это делаешь вечером, спишь с этим, и утром потом зажигаешь. Вы можете это уничтожать как угодно, можете там нарезать или как-то нарвать, а потом выкидывать, если нет возможности, как бы сжечь. Но вообще, ну, можно на помоечку куда-то, где-то на улице сжечь, и все. Не ждите только в квартире, там, в подъезде, там, где-то этот. Если в частном доме есть печка, ждите в печке, атак, лучше на улице где-нибудь сожгите, и все, чтобы было пожаробезопасно, но как-то через костер не прыгайте, не привлекайте внимания. Вот. А так, ну, вот такая техника. В среднем сколько времени занимает? Первое время занимает от 3 до 4 часов в среднем, но у кого-то это занимает, там, 5-6 часов, в зависимости от того, где тебя прорывает. В основном все начинают с родителей, да, там, там, рука не останавливается, пишут. Потому что родители к нам наносят, наверное, первые такие боли какие-то, и их очень сложно прощать. С одной стороны, вроде не за что, и как-то неудобно, да, вроде родителей, но там очень много тараканов. У мужчин на папу в основном, а у женщин на маму. Но если обиды мужчины могут, их переживают как-то более спокойно, что мне кажется, что у нас есть иерархия, мы не выговариваем их, да, или как-то мы можем это подавить, то у женщин как бы иерархии такой особо нет в голове, и вы, в общем-то, с мамами очень сильные у вас конфликты. В общем, предлагаю вам использовать эту технику прощения. Она поможет вам высвободить эмоциональные блоки, она поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону, вы сможете взять ответственность потом за свою жизнь на себя. Делайте ее, у вас все получится. В общем, я в тебя верю.